Экология Экология – наука, изучающая взаимоотношения между человеком, растительным и животным миром и окружающей средой, в том числе влияние деятельности человека на окружающую среду и живую природу. Проект «Эко-Аква» – это проект, с помощью которого каждый аквариумист пытается обратить внимание окружающих к экологическим проблемам мира. На самом деле, никакие проблемы данный проект, скорее всего, не решит и не решает. Но, возможно, благодаря этому проекту, где-то в переулках каменных джунглей, станет на одну пластиковую бутылку меньше. Надеюсь, каждый акваблогер примет участие в этом проекте. Ведь нас так много, и пусть я лично не знаком с каждым из них, и мне одному не получится достучаться до них, поэтому прошу вас передать привет и попросить поучаствовать в проекте и хотя бы одного незнакомого мне акваблогера. Девушку зовут Отставная Екатерина. Она является ихтиопатологом, специализируется на заболеваниях аквариумных и прудовых рыб. Более того, ей помогает инженер по водоснабжению и очистке природных источных вод Олег. Я думаю, этим людям точно есть, что внести в проект Эко Аква. Канал называется ДР Екатерина Отс. Друзья, я рассчитываю на вас. Ссылку на канал оставлю в комментариях под этим видео. Об экологии нашей планеты можно рассказывать долго, но если не брать так масштабно, а обратить внимание на свои города, то я уверен, каждый найдет проблемы в экологии. Я живу в подмосковном историческом городе Коломна. Невзирая на всю его историю, экология города желает быть лучше. С июня 2017 года в Коломенский район Воловичи начался завоз мусора на полигон из города Москвы и Московской области в объемах, которые ТБО Воловичи не в состоянии обслужить. Рассчитанная мощность полигона – это 100 тысяч тонн в год. На сегодня завозят 3000 тонн в день, а это 1 миллион тонн в год. Данный полигон находится в 5 километрах от самого города. По городу периодически гуляет неприятный запах. Что происходит со здоровьем людей, можно только догадываться. Полагаю, что только переработка мусора для нашей страны – единственное спасение. Никакие мусоросжигательные заводы не помогут решить проблему. Рано или поздно мы точно придем к этому. А пока каждый из нас может сам подарить мусору вторую жизнь. В этом видео я покажу, что можно сделать из отработавшей свой ресурс лампочки и из пластиковой бутылки. После чего передам эстафету другому акваблогеру. Ну, на этом мое участие не заканчивается в эко-акве. Я к нему обязательно вернусь и у меня уже есть идеи. Но пока хватит разговоров. Давайте перейдем к делу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok